Сегодня в Доме правительства прошло совещание по вопросу внесения изменений в республиканский бюджет на 2015 год и плановый период 2016. В целом инвестиционные расходы за счет собственных средств увеличиваются более чем на 1 миллиард рублей. Эти средства необходимо распределить до конца 2015 года. Куда они будут направлены в репортаже Татьяны Молоковой. Это уже третье уточнение бюджета в текущем году. В этот раз предстояло распределить 358 миллионов рублей. Всего в 2015 году общая сумма расходов с учетом федеральных средств превысила 5 миллиардов. А расходы в основном будут распределены на социально значимое направление. С одной стороны мы на разных площадках, на разных встречах обсуждаем и принципиально подходим к каждой цифре. Но в то же время есть у нас определенные возможности, чтобы пересмотреть и направить эти средства по расходной части на благо жителей Чувашской республики. Уполнение бюджета в текущем году проходит в достаточно сложных экономических условиях, в реальном секторе экономики, в сфере услуг. Однако, несмотря на это, нам удается при третьем уточнении запланировать увеличение доходов бюджета с альдированной суммой на 300 почти 59 миллионов рублей. Это значимая сумма для всех нас. Добиться этого нам удается благодаря грамотной бюджетной политике, а также эффективному взаимодействию с федеральным центром. Более 180 миллионов рублей будет направлено на строительство нового корпуса онкодиспансера, капремонт больниц и поликлиник. Михаил Игнатьев также просил до конца года решить вопрос с доступностью медпомощи в Ольгешево и в столичном микрорайоне Садовой. Я сегодня увидел все-таки, так как я являюсь членом общественной палаты, это социальная направленность бюджета. Говорилось о поддержке, адресной поддержке тех людей, которые нуждаются никак. Именно адресной поддержке, не разбазаренный день к адресной поддержке. Говорилось очень хороший проект, для меня, например, мне было понятно, как будет развиваться образование Чувашской республики. 6% школьников Чувашии учатся во вторую смену, чтобы частично снять эту проблему при третьем уточнении бюджета на образование до конца года направить 180 миллионов рублей. Эти средства необходимы, кроме того, на капремонт учреждений среднего профобразования, строительство детсадов и школ, а также на приобретение школьных автобусов. На поддержку и развитие агропромышленного комплекса предусмотрено более 205 миллионов рублей. Я являлся членом общественного штаба и поддерживал как доверенное лицо кандидата на пост главы нашей республики Михаила Васильевича Игнатьева. И, безусловно, мне сегодня было очень интересно и полезно узнать, какие конкретные уточнения делаются в бюджет нашей республики. И я должен сказать, что я очень удовлетворен тем, что пожелания, наказы наших избирателей, они, в общем-то, были практически в полном объеме учтены. Одна из самых больших сумм до конца 2015 года пойдет на строительство и реконструкцию дорог – 316 миллионов. Они будут направлены на завершение ремонта улиц Ярославская и Энгельса, а также на проспект Тайги. В целом, город Чебоксары в 2015 году получит порядка 477 миллионов рублей. Это та лакмусовая бумага, которая показывает и говорит о том, что есть эффективная работа с федеральным центром, с министерствами федеральными. Ну и ситуация-то обычная для нас, депутатского корпуса, для правительства. Как правило, мы на протяжении года, держа руку на пульсе, участвуем во всех программах. Наши министры эффективно работают, как я уже сказал, с профильными министерствами федерального центра. Еще одна важная статья расходов в 2015 году – окончание второго этапа действия программы переселения из аварийного фонда. Чтобы завершить этот этап, республика направит 260 миллионов рублей. Радует, конечно, то, что все-таки социальные направления, они учтены. Самое главное, я считаю, что сегодня утверждены деньги на все финансирование программы капитального ремонта, переселение граждан. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.